добрый день дорогие друзья меня зовут гера я приветствую вас на канале дядюшки лиса сегодня мы с вами продолжаем проходить игру столпы вечности как вы помните прошлой серии мы с вами попали в передрягу результате которой оказались пещере заваленной проход завален мы теперь отойти не можем и в общем то единственный выход для нас это пробираться через пещеру нас застигла какая-то буря кстати не знаю как по мне так она была какого-то мистического происхождения ну собственно давайте продолжать что это у нас такое нижний уровень руин заблокирован упавшими камнями так понятно то есть ниже мы попасть не можем давайте пойдем вперед с каждым вздохом грудь хиадана высоко поднимается и затем опадает наверное мы отошли достаточно далеко что теперь делать поищем другой выход буря же закончится когда-то давайте узнаем что то что там произошло клик калиска качает головой буря такие бывают только в эр гланд в аир гландфате немногим удавалось пережить подобное так что мы мало так что мы мало не знаем глава танцы называют такие бури биоуик они считают что с их помощью боги у про отправлять на небо души которые не могут самостоятельно покинуть землю вместе с мертвого не забирают и живых твоя все еще на месте видимо на душе кто на нас напал гландфат танцы те самые лесные твари которых предупреждал адема эти похожи на клыков головейна самый суровый из них они бродят от одних руин к другим сражаясь с колонистами бедная дема наверно он причудил что то такое когда мы сошли с протуренной дороге глава танцы сказали что мы проникли в руины мне в это не верится адема был адема бы такого не допустил а эти клыки конечно горячие ребята но просто так глава танцы никого не нападают или они что-то видели или направлено приняли или она смотрит в проход или здесь застоялись какие-то мародеры не лучшие соседи в нашем положении что с другими членами каравана колиска силой сжимает губы и еле слышно произносит они отправились к колесо она поднимает взгляд да смилостиваться над ними боги в их следующих жизнях кажется ты очень переживаешь по этому поводу колеска смотрит прямо в глаза и ее голос дрожит может и просто плохо меня знаешь не замечаешь как я расстроена а может и не такое и не такое в своей жизни видела видела и не сломалась потому что исправить уже ничего нельзя и потому что есть те кому все еще нужна моя помощь давайте пойдем дальше так и у нас на выбор налево или направо прям те налево будем так сказать обыскивать против часовой стрелки кто-то здесь был правда да палатка стоит а чё-то тут такое есть так это что молоток из убила простой железный молоток из убила полезны для откалывания твердых поверхностей особенно в слабых местах конструкций интересно булава бич солдат в кольчугах по всему известному миру булава часто встречается в дирвузе независимо от формы ее выступов булава всегда состоит из металлического стержня увенчанного симметричными выступами которые концентрируют силу удара оружия в маленькой точке хотя с так пробивает доспех еще лучше чем булава но последний можно использовать вместе со щитом так это у нас одноручное оружие скорость у нее среднее упреждение что такое упреждение тут насколько вероятность а я понял урон дробящее так хорошо вычет урона 3 очень хорошо давайте соберем вы нашли припасы для привала их можно использовать в диких землях или в подземельях чтобы полностью восстановить все способности и здоровье ваших персонажей на легкой сложности их можно носить больше но на сложное количество ограничено если у вас кончаются припасы для привала попробуйте найти трактира во многих из них есть дешевые комнаты ну то есть вы помните нам говорили что со времен накапливается усталость вот кстати у нашего героя как раз сильная усталость у него вся защита минус 10 точность минус 20 максимальная выносливость 075 ну от единицы то есть уставать он будет быстрее факел и маленький щит давайте заберем я кстати предлагаю раз пошла такая пьянка раз у нас есть устала герой потратить один набор для привала и отдохнуть если устроить привал будет использован один набор принадлежности для лагеря устроить привал припасы для привала 2 давайте то есть если вы помните в при допустим в том в той же игре baldur's gate там можно было по-моему неограниченное количество раз ставаться на привал единственное условие было чтобы не было врагов рядом а так в общем то сколько хочешь столько и останавливайся а тут видите ввели ограничение ну не знаю как по мне ну наверное так как-то более интереснее будет посмотрим что из этого выйдет не знаю еще чего тут у нас еще и чё такое из темноты появляется дрожащие чедущно чедущное существо цепляющиеся за копье оно так исхудало что за покрытый чешуя кожи отчетливо видны узловатые локти и торчащие ребра вы узнаете ксаури по он насторожно смотрит на вас тяжело дыша что за дрянь ну давайте попробуем что не делать создание немного наклоняет головы подходит ближе издавая тихий клёкот откуда-то из глубины горла существо обнюхивает вас но судя по всему не обнаруживая ничего что достойно его интересное оно делает шаг назад шаг назад и настороженно смотрит на вас ну блин ну давайте отойдем ксаури настороженно провожает вас глазами то есть не стал нападать они с ним поговорить можно а давайте поговорим блин все-таки нельзя поговорить ну что ну давайте драться чеш теперь делать блин это вообще не очень хорошая идея вот тебя сюда давай-ка ты отсюда блин а если он чего-нибудь такое охранял язык ксаури по средний щит и копьё ксаури по у него колюще урон от 9 до 14 точность плюс 5 ну давайте возьмем чушь в хозяйстве все пригодится и чего-то такое еще нас тут в общем-то отмычка и лук ничего такого что прям супер нужно а вот чего-то какой-то нет яма истрепанный журнал маленький томик разорван нескольких местах некоторые страницы пропитаны кровью одна из последних записей все еще различима мне невероятно повезло насколько несколько игр в кости у меня в руках настоящие и гвитанский артефакт тот парень у которого он был сказал что для него это просто красивая безделушка он не собирается копаться во всяких руинах если он прав если он прав что это прекрасная вещица ведет к спрятанному сокровищу то стоит рискнуть пробраться мимо нескольких раскрашенных эльфов направляясь в силант ли с утром тогда останется только найти место на котором он говорил это он видим об этой штуке давайте все возьмем кстати я предлагаю тогда заменить лук колючий урон на арбалет ну то у него урон побольше давайте заменим так сюда мы еще вернемся пойдемте налево сходим до плиты какие-то странные как будто огнем горят у меня подозрение что нам туда как раз и надо пройти мимо этих плит круглый символ ты о чем говоришь вообще это фреска очевидно древние на цвета все еще яркие насыщенные кита к о колонна начать мы можем на этом столпе начертана переплетающиеся кольца его основание вы видите не зажженную жаровню ее можно было бы разжечь если бы было чем но очевидно факелом в жаровне мгновенно вспыхивает пламя устремляя свои языки к небу а о смотрите то есть у нас погасли видите две плиты я подозреваю что если мы да и нам нас зажечь все эти штуки и тогда у нас откроется проход туда дальше да да так и есть смотрите видите погасли можем теперь пройти давайте еще дальше пройдем посмотрим чего там есть тут ничего нельзя а это чё за дрянь маленький черный слезняк жуть какая ну и чего мы стоим не атакуемого вам удалось сделать критическое попадание критическое попадание лучше обычных попаданий и они чаще происходят если точность атакующего превышает защиту цели атаки которые наносит урон будут наносить больше урона при критическом попадании а воздействие накладываем определенными видами атак будет в таком случае действовать дольше легкое попадание хуже обычного попадания при нем меньше урона и продолжительное действие ну в общем понятно было ясно изначально знаю постараюсь не пропускать все эти подсказки мало ли потому что игра все-таки для меня новое относительно такая механика плазма следняка жесть чего надо это застывшая масса густого непрозрачного студня великолепно давайте гадости наберем с собой так будет интереснее пол экса или пол экс не знаю как правильно дробящий урон анонс двуручная противника понятно кстати можно сравнить а можно сравнить с текущим оружием вот это полезно а это чего такое экран зачарования прикольно блин я во всем этом еще не разбирался током надо как-то сесть и разобраться я согласен что за дрянь липнет ко всему что это грязь связкой мысли не стали пневмить ко всему что касается а а а а эта стена испачкана чем-то напоминающим жидкую смолу и наверное ее неровная поверхность намекает на то что под черной слизью что-то есть но вы не можете разобрать что именно использовать бурдюк с водой чтобы смыть слизь давайте вы смываете слизь и вашим глазам открывается брельеф виде мужского лица солнечные лучи оставили на нем свой отпечаток но детали вроде тугих кудрей на голове и застренных ушей говорят о небывалом мастерстве его создателя одна из глазниц пуста во вторую вставлен самоцвет вставить самоцвет глазницу но это очевидно тот который мы с трупа подобрали только что до такой синие вы слышите какой-то гул мелкие камушки подрагивают по вложенному подрагивают по вложу выложенному плитами полу нет наконец частины это двигается продолжить чё нас это двигается еще один холодец у нас туда блин ну давайте такой мало какой-то атаку такую видимо ядом чем-то какой-то дренью общем атакует возьмем еще слизи и у нас чего-то такое лежит в малый плащ защиты аметист и адра не больше плащ интересует то есть стойкость плюс 5 реакция плюс 5 и воля плюс 5 непонятно только плюс 5 плюс 5 надо почитать потом будет плащи накидку можно носить для защиты от плохой погоды и любые от любопытных глаз многие из них оплетены заклинаниями повышающими защиту или умение владельца прикольно да я предлагаю нашему танку отдать ее потому что она больше всего урона на себя берет а где он мы его не подняли что ну да забыл нажать все равно и понятно где он атакой тайник странный механик он видимо в тайник перемещается а мы можем отсюда да можем прикольно давай на тебя денем так лучше по моему не с плащом то явно так все больше нет ничего вроде нет пойдемте дальше тогда у нас там был еще один проход я предлагаю пока не идти по главному пути потому что у меня подозрение что нам туда все таки и нужно мощность еще посмотрим чего есть в этой пещере а потом сунемся туда дальше туда то мы в любом случае успеем еще будет что такое детеныш скульдра да какой-то слабый ну давай ухо скульдра ухо скульдра изурованное ухо скульдра топорик давайте возьмем топорик чего чего сократить дорогу по стене от пола до потолка бежит трещина через нее в комнату проходит легкие порывы сквозняка толкнуть стену давайте попробуем несмотря на трещину камень не поддается попытаться самостоятельно отправить персонажа калиска отправить персонажей хиадан давайте хиадан по-моему посильнее хиадан толкать стену за всех сил но она не поддается давайте попробуем калиски отдать калиска толкать изо всех сил и трещина начинает шириться наконец деревянная кладка поддается стена рушится открывай впереди круглую комнату круглую комнату интересно я могу разведать что за углом восточные земли опасное место кишащие незаметными врагами и тщательно охраняемые тайнами включите режим разведки чтобы двигаться скрытно поищите спрятанные объекты такие как ловушки и потайные двери так вот этот товарищ у нас насколько я помню он у нас где вот у нас есть он у нас авантюрист да то есть у него скрытность больше всего по идее вот у нас разведка давайте его отправим чего у нас тут есть есть у нас какой-то чудик еще один их тут два блин печально давай предлагаю вернуть его давайте все вместе все таки не будем разделяться и попытаемся режим разведки используется как для скрытности так и для поиска скрытых объектов таких как ловушки и потайные ящики во время разведки круги выбора ваших персонажей начнут заполняться желтым по мере того как другой персонаж начинает обнаруживать их присутствие когда круг заполнится желтым полностью персонаж начнет что-то подозревать и подойдет поближе и круг начнется заполняться красным если круг станет полностью красным ваши персонажи будут обнаружены способность персонажа находиться скрытые объекты зависит от его навыка механики более высокая более высокая механика позволяет обнаружить объекты с большего расстояния понятно если вы будете двигаться в сторону персонажа то она там наружат вас быстрее в случае соприкосновения кругов выбора этого персонажа и вашего вы немедленно будете обнаружены то есть видите наш круг начал желтым заполняться значит что у нас все таки слышит видят начинает как-то подозревать подозревать я предлагаю напасть они не такие чтобы уж там сильные ребята так а ты чего ты можешь напасть тоже а он что-то применил такое оглушил наших да ну хватит давайте очухивать чего они такое храняли ой не то простите чего нет ничего просто так совались тут похоже да ничего нету ну ладно чё теперь делать пойдемте дальше буря не слышно мне кстати подозрение что мы с блин это что-то молодой пиковый паук уж то какой все-таки вот пауки они ужасны я надеюсь них там и ничего подбирать не будем нет хорошо а тот таскать собаки паучьи лапы мне все-таки подозрение да мы с вами срезали то есть принципе могли бы через эту комнату не ходить а просто пройти по этому кругу какой-то подозрительный зал у меня подозрение что он будет что-нибудь типа босса местного или какой-нибудь такое дрянь крупнее да 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 я так и думал давайте что-нибудь такое на нем применим типа вот этого а а то есть мы когда с вами используем заклинание у нашего сайфера это класс нашего персонажа тратится сосредоточенность обращение то есть он его накапливает и тратит на заклинание произнесение заклинаний пол тени застряли летучие мыши и чего величину из курицу хорошо что они там застряли так это у нас гематит и рапира все забираем хозяйстве все пригодится а это что такое еще какая-то комната давайте сходим еще один трупешник шлем замечательно наверное тоже сюда попал до это шлем мы отдадим тоже нашей даме пусть она у нас входит что ей по кумполу стучат чаще агат и яш яшма все забираем так ну и все кажется это выход в общем то пойдемте а куда то вышли осталось понять куда это что у нас такое четверо стоят перед таинственным механизмом из адры покрытая сетью металлических трубок загадочных злове загадочным зловещим похожим на молчаливого наблюдателя в центре вы видите нечто что оказывается человеческим телом бесцветным как камень или зола прочие фигуры сосредоточенно его разглядывают вас они видят не могут лицо одной из фигур полу раскрыт полускрыто длинными прядями жирных седых волос на концах окрашенных черным и густой бородой понять что он выражает невозможно выцвешая мантия украшена вышивкой из рун не похожих ни на что что вы видели прежде а голова увенчана странной конструкцией выступа по бокам которой напоминается крылья какого-то нечестивой злой твари да 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 Похоже, у них какой-то ритуал здесь проходит. Мужчина обводит взглядом стоящую вокруг него фигуру. Ваш брат исполнил свой долг, и вы сами видели, насколько ценным оказался его вклад в общее дело. Я не потерплю больше колебаний. Он по очереди смотрит всем прямо в глаза. Перед лицом былой королевы, клянетесь ли вы исполнять свою клятву? Предстанете ли вы перед ее бесконечной и безупречной памятью вместе со своим братом? Сделайте шаг и уверуйте в великую ценность вашей жизни. Что за былая королева? Что это за агрегат такой интересный? Похоже, что ничего хорошего он им сейчас не сделает. Механизм затихает и воздух успокаивается. Потом он внезапно выбрасывает мощнейший импульс. Вы видите свет, заполняющий все пространство вокруг, и падаете на землю. Голова запрокидывается, и боль вползает в затылок, темным потоком смывая все мысли и чувства в бессознательную пустоту. Вы открываете глаза и оказываетесь в ином месте, ином времени. Вы стоите в огромном круглом зале, стены которого облицованы адрой и украшены медной чеканкой. Стиль древний, но зал не тронут временем. В дальнем конце зала возвышается огромный столб из адры, торчащий из пола, как зазубренное копье. Мерцающая поверхность столпа вселяет мысли о бесконечных глубинах, таящихся за ней. Вокруг столпа располагается устройство, похоже на то, что вы только что видели, но еще больше, сложнее запутаний, творение рук безумного гения. Ваши мысли ваши и в то же время не ваши. Кажется, что они возникают прежде, чем появляются в вашей голове. И это одни лишь вопросы, девящие, тревожные вопросы, на которые нужно найти ответы. Или... Или... Вы замечаете в основании столпа мужчину с густой седой бородой. Он одет в теремониальную мантию, блестящие волосы скрывают странный зорчатый головной убор. Вы знаете его, вы торопливо идете к нему, пытаясь скрыть волнение. Вам нужно задать ему один вопрос, самый важный вопрос. Вопрос, который бешено вращается в вашей голове. Я так понял вопрос, а мы не зададим, да? Вы приходите сидя и обнаруживаете, что странное ощущение покинуло вас, но расслабляться рано. Вы слышите шепот, похожий на звон в ухе, который не проходит. Краем зрения вы замечаете какое-то движение, но когда поворачиваетесь, чтобы взглянуть, ничего не видите. Ваш взгляд скачется из одной точки в другую, словно в непроизвольных судорогах. Если это какая-то болезнь, вероятно, вам срочно нужно лечение. Фигуры у механизма застыли в неподвижности. Кровь и плоть их превратились в залу и прах. Их главного нигде нет. А, их главного нигде нет. Хиодан и Калиска лежат на неровных камнях в неестественных позах, залитой кровью. Вы один, и помощи ждать неоткуда. Позолоченная долина – ваш единственный шанс на помощь, пока все не стало слишком плохо. Блин, ваш персонаж получил достаточно опыта, чтобы повысить свой уровень. Нажмите на пиктограмму над портретом, чтобы повысить уровень. Но уровень я повышу потом, уже вне серии. Блин, очень обидно, что эти ребята погибли. Как-то, не знаю, как-то прикипел к ним. Так. Давайте вот так сделаем, коль уж мы в одиночестве остались. Все. Декраб. Вы подобрали декраб. Ой, блин, это что такое? Чего с тобой такое делают? Ядрить, колотить. О, можем приблизить. Бедолага. Какие-то шепоты. Блин, вообще, пойдемте отсюда, какое-то место дурное. Корона пилигрима. Плоть носителя. Ужас. Плоть носителя. Блин. Эти штуки меня пугать начинают. Кто-то на костре, да? Какие-то вещи тут происходили недобрые вообще, хочу вам сказать. А вот и выход с карты, так понимаю. Корона пилигрима. Больше мы ничего не можем тут подобрать. Вот еще что-то такое. Веснушка. Жесть. Так, а это мы сейчас здесь. А нам нужно... Нам нужно в позолоченную долину попасть. Ну, пройти мы можем только через Вейлвуд. Пойдемте, что делать. Из пункта Силанд-Лис в пункт Вейлвуд доберетесь за 6 часов. Пойдем, пойдем. Лишь бы отсюда подальше. Это наш отряд, и буду дальше путешествовать. Чего-чего? Проворчал чего-то такое. Так, припасы для привала. И кожаный доспех. Так, я, кстати, предлагаю все-таки устроить привал, потому что у нашего персонажа сильная усталость, у нас защита. С другой стороны, как-то в одиночку. Не совсем это прикольно. И это что такое? Товарищ, ты кто такой? Мы, похоже, с вами каких-то духов начали видеть, или что-то в этом роде. Давайте сохранимся. Какое-то тоже место. Мне сегодня все места кажутся подозрительными. А это что? Еще один? Блин, напугал. Личной тростник. Тело валяется. Уже хорошее начало. Блин, волк. Волк это плохо. А можем мы с ним как-то вот не вступать во взаимодействие, потому что у меня подозрение, что в одиночку он нас все-таки одолеет. Я предлагаю вернуться на эту локацию позже. Вообще, я предлагаю пойти вот в таком аскрытом режиме. Предлагаю вернуться на эту локацию позже, потому что тут наверняка что-нибудь интересное есть, но... Блин, еще один. Не хочу я с вами связываться пока, если честно. Нам же не обязательно с ними связываться, правда же, да? Ага, ну вот что-то такое есть. Что пишут? На север хватка Гейрана. На юг позолоченная долина. Меня устраивает на юг. Пойдемте. Позолоченная долина. 8 часов. Пойдем, пойдем. Лишь подальше отсюда. Спутников своих. Либо, может быть, наймем кого-нибудь. Потому что в одиночку у меня подозрение, что наш персонаж все-таки не выстоит. Все-таки мы лучники. И наполовину магии, еще ко всему прочему. К тому же всего-то на первом уровне. Нас, наверное, склеят сейчас в первые же какой-нибудь стычки.